всем привет сегодня у нас начинается наш любимый челлендж пила давайте напомню вам немного правила мы в рандомном порядке девчонками выбираем кто кому будет задавать задание и соответственно записываем видео с заданиями первое задание это как правило какая-то определенная книга с определенной из иллюстрации второе задание это фантазийная абсолютно на любую тему что раскрасить и 3 это ассоциация мы показываем предмет и у человека который получает задание должен что-то связанное с этим предметом раскрасить в этот раз задание мне дает настя и давайте посмотрим ее видео юля привет и под аккомпанемент мартина которыми тут распевает песни я даю тебе сегодня задание первое задание это в книге марии тролли раскрасить любую иллюстрацию я знаю эту книгу у тебя есть второе задание мы тут с тобой не далее как пару часов назад спорили как выглядит кот бегемот из мастера и маргариты покажи мне свою версию третье задание ассоциации и я тебе покажу очень знакомый тебе предмет я думаю ты его знаешь и помнишь раскрашивай удачи пока и так ну что настя чуть-чуть пошутила и сказала что она знает что у меня есть эта книга ну конечно она есть потому что настя мне ее подарила в общем есть у меня мария тролли книжечка новенькая еще не начато обязательно здесь что-нибудь начну раскрашивать пока точно конкретно я не знаю что наверно по настроению и думаю хочется что-то здесь такое уже весеннее здесь очень много ботаники цветочков но где цветочки где я раскрашивать я вот ботанику не очень люблю но я думаю что-то выберу так про кота бегемота а я что ж это было тишинасти что-то мы снасти там в комментариях чуть-чуть поспорили и она мне говорит вот эти следующую пилу задам бегемоты этого из мастера и маргариты раскрашивать я такая похихикала и тут сразу выпадает что нас тебе задание дает и естественно она дала это задание ну собственно я сразу подумал почему-то про каролину кубиковскую и про хану карлсон у хана карлсон очень много до котиков не помню если у каролины но что такое мрачновато жутковато я сразу мне вспомнилась каролина но почему-то все-таки больше склоняюсь к мысли что я что-то из хана выберу я конкретных иллюстраций сейчас не подбирала поэтому вам наверное и не покажу уже покажу в процессе ну и вот третье задание она мне показала баночку такую всю зефирную пастельную я сразу подумала что это какая-то будет такая вкусняшка выбрала эту книжку и вот здесь вот такой тортик меня конечно смущают чуть-чуть вот эти вот вот звездочки и там как будто елочкой что-то новогоднее но я думаю как-то я выйду из ситуации сделаю все такое зефирно-пастельная так но в общем планы вот такие буду по ходу подключаться что-то показывать вам может быть какие-то процессы так что еще увидимся в общем у меня рокировка картинки хочется конечно сказать матом но вот такое я вот здесь наделала вот такую виду так в марии тролли выбрала я вот такую простенькую картинку буду раскрашивать гранулирующая акварелью новыми цветами которые тоже меня настя отправит так залила вот такой фон ну в общем вот так получается начала я бегемотика выбрала конечно же котиков а не карлсон и снова здравствуйте наконец-то я сняла и завершила свою пилу такая настя задала мне очень сложное задание которое я выполнила не очень у меня все очень простые получились и я их раскрашивала очень очень долго по известным только мне причинам так ну давайте начнем хотел сказать муми тролля но смотри тролли здесь очень простая вот такая картинка я вот только-только пробовала первый раз мария тролли раскрашивать но и цвета мне кажется чуть-чуть не точные отображаются здесь я попробовал на фоне гранулирующая акварель в принципе она так легла из гранулировала неплохо но я была очень удивлена когда увидел что у меня здесь прямо курили очень сильно протекла и прям даже сюда ну вот как-то так я уже свои догадки озвучивала но это очень очень простая картинка но я пока не знаю как мария тролли раскрашивать как-то там красиво необычно фантазийно поэтому первая проба пера и начинание собственно здесь так вторая картинка у меня это по ассоциациям настя показала флакончик с кремом такой весь пастельный нежный пушистенький мне почему сразу какие-то безешки в голове придумались маршмеллоу ну вот я хотела раскрасить тортик ну раскрасил вот такие баночки здесь маршмеллоу наверное здесь какие-то конфетки естественно забрызгала все белыми брызгами потому что ужасно запорола фон хотела сделать его более нежным но получился он у меня вырви глаз на и вот на рамочке эти стеки блестящие гелевые ручки что здесь сказать в принципе это мне нравится да вот это вот часть но этот фон он прям очень сильно бросает бросается у глаза и как-то всю картинку мне кажется портит но здесь я очень быстро все раскрасила ничего такого сложного все быстро раскрасила вела гелевые ручки набрызгала и все вот моя пила в этот раз такая так ну и третья работа настя здесь конечно очень сильно поиздевалась надо мной и заставила меня раскрашивать кота бегемота из мастера и маргариты я фильм не смотрела книжку конечно читала и перечитывала но вот какой-то образ у меня особо в голове не сохранился поэтому я искала разные картинки ты рефин в линце чтобы вдохновиться до чтоб что-то у меня в голове выстроилась и какую-то картинку подобрать нашла я в общем на пинтересте вот такой вот такой арт дальше день картинку ставлю и решила вот что-то вот изобразить подобное ну естественно у меня все переделки в хамме карлсон и вот такой бегемотик у меня получился вот докрасила его буквально только-только сначала я подумал что у меня вообще выйдет просто все ужаснейшие ничего не получится будет ну как детский сад ну потом вот я все проработал более менее конечно не очень такие идеально ну попыталась белый гуашью глазки проработала чуть-чуть вот даже брызгать я сделала ну куда же без них кстати здесь использовала свою новую фиолетовую акварель и добавила блестящий как она интерферентная ну и вот получилось что-то более-менее сносно и что я не знаю бегемот это ли не бегемот решать насти и вам ну вот в общем такой котик у меня получился в принципе совсем недолго раскрашивала было сначала фон потом заливая его полностью черным ну и когда он уже высох я начала прорабатывать вообще хотел сделать как бы по силуэту до его кончики такой чтобы фиолетовым отвечу я прошлась фиолетовым карандашом ну это очень плохо видно да потом я прошлась белым карандашом и потом белый гуаши ну и подумала что уже как бы все хватит остановись иначе он у меня скоро вообще белым станет ну вот в общем такой котик получился мне наверно из этой пилы котик нравится больше всего симпатичный мне в принципе нравятся все мои переделки как получаются фани карлсон низкие довольно интересные вот такие работы у меня вышли в этот раз как довольно просто все в принципе терпимо котик это фаворит этой пилы вы обязательно проходите на канал девчонок ссылки я оставлю обязательно и смотрите их видео всем спасибо за просмотр всем пока